МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зачастую тарифы, которые выставляют население в платежках, непрозрачны, скажем прямо. И поэтому населению необходимо разъяснять, что это за тарифы, почему они в таком размере взимаются и так далее. Как можно сэкономить на коммунальных услугах, как можно заплатить меньше в итоге. Соответственно, также основной задачей проекта является контроль поставщиков жилищно-коммунальных услуг, это как ресурсонабжающих организаций, в первую очередь, так и управляющих организаций за ценами и тарифами, которые они выставляют население. Другая цель проекта – не допустить обмана граждан или неоправданного завышения тарифов. Напомним, ранее губернатор Сергей Морозов отметил, что некоторые строчки в расчете услуг жилищно-коммунального комплекса завышены в 2-3 раза, и цену можно безболезненно опустить. И нам очень важно, более даже профессионально, чем мы на этот период, разобраться со всей этой темы, в целом, уже не вложить цель. Обращаться за разъяснениями тарифов жилищно-коммунального комплекса можно будет в общественную палату, департамент цены тарифов и Центр общественного контроля. Кроме того, информация будет размещаться в общем доступе в социальных сетях, интернет-порталах и на страницах областных газет. Первым этапом деятельности проекта будет создание единой базы данных, тарифов по всем управляющим компаниям области. С организациями, неоправданно завышающими тарифы, будут вестись переговоры до тех пор, пока цены не начнут соответствовать действительности. Андрей Творков, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.